так сегодня я работаю с итоговым результатом одной из своих учениц результатом я не очень довольна и поэтому я решила прямо вот с ее работой сделать разбор и внести необходимые корректировки вот смотрите что у нас здесь происходит видите есть ощущение такой размытости более того у нас потеряна структура ухо фактически получается будто бы ушка то ли повернулась то ли где-то вот этот вот ляп в результате что мы можем сделать ну во первых давайте мы сейчас отстроим контур все-таки поправим ушка само и я это сделаю вот таким вот образом так сделаю поярче вот у нас есть референс по которому мы рисовали это моя картина и по ней мы вот уже отстраивали весь урок что здесь вот я внесла некий контур до корректировку плюс по второму ушку тоже мне хочется сразу же сделать вот такую же корректировку и понятно что контуры ушей но у нас есть еще морда обратите внимание что по мордочке такая особенность у слона от ушей чуть заужена вот это вот лобная часть до или лобовая далее мы сразу же уточняем ширину головы в районе глаз и здесь что мы можем еще сделать вот смотрите у нас есть тоже такое но понятно что мы можем и загнуть хобот но особенность вот этих вот бивней они должны быть тоже чуть более выразительными и зоны которые наступают над бивнями они как раз должны тоже быть более выразительными так что мы здесь еще ну вот дальше с бивнями с самими все в порядке и я уже могу поработать с темным цветом в такой в штриховке которая как раз даст возможность сделать вид нашего слона более опять же таким правильным вот у нас есть теневые зоны в нашу корректировки вот в эти тени так под бивнями тоже мы можем добавить пока теней потом мы их можем убрать под ушком которое второе в принципе с ним все в порядке но вот его мне хочется немножко уточнить сейчас поработаю уже с тем цветом который цвет такой средний до между берут цвета из вашей же палитры никаких новых цветов я здесь не использую единственное что просто вот чуть уточняю по всей работе так по ушку вот хочется сразу же его подправить вот у нас здесь как раз световые зоны по краю идут по уху для того чтобы ушко было более выразительным да мы его создаем в разных оттенках и вот таким вот образом у нас появляется это вся прорисовка откуда темный цвет темный цвет это некая тень синий цвет не убираю возвращаю обратно да он здесь есть он же у нас есть и фоновый нам его везде использовали нашей работе так где-то этот же цвет у нас появится и на самом слоне и вот я сейчас пока просто работаю красками но добавлю сейчас еще немножко растушевок но после того как сделаю вот уточняющую заливку вот уже полностью вот здесь у нас до бивня тоже есть такая зона тела слона мы ее здесь уточняем опять же использую те цвета которые так уже есть по слону так где-то вот еще темненький цвет нужно взять вот такое для того чтобы вторую теневую вот эту вот впадинку обозначить и со второй стороны тоже мы покажем ушко затемнено так в целом основные вот замечания которые у меня были я уже практически устранила как вы видите использовав планшет ну просто у меня нет возможности к вам подойти зато теперь есть такая классная штука что я в принципе могу ей пользоваться для того чтобы показать как это работает система корректировок до чтобы вы видели хотя бы как я могу помочь вам с этой работой да с ее уточнением так что еще вот эта зона у нас на нее падает свет солнечный где-то мы можем контуры сбавить которые я создавала немножко кое-где растушевать и как раз сейчас я займусь растушевкой это бы я сделала так как у нас с картина маслом то растушевка это делается очень легко даже спустя время корректировки возможны но если уже схватился красочный слой то вы просто совершенно спокойно можете обновить те цвета вот по тому же принципу по которому я сейчас вам показывала так я просто делаю растушевку понятно что мы с вами в работе маслом пользуемся мастихином и эффект более выразительно нежели даже вот у меня сейчас вы можете наблюдать тем не менее я могу вам хотя бы продемонстрировать как это можно вот эти вот корректировки нам с вами внести вот зоны над бивнями я уточняю видите корректирую вот они у нас прорисованы по большому счету все вот сейчас у меня уже по работе нет никаких немножко сбавила немножко скорректировал ну и сейчас пожалуй знаете что можно еще сделать где-то пройтись чистым белым цветом да вот я люблю сделать такие более выразительные какие-то элементы в данном случае набили кстати бивень видите один прямо заметно один бивень заметно уже поэтому тоже это мы можем с вами уточнить такие может быть немножко кажутся грубоватыми вот эти штрихи но я сейчас опять же их пройдусь немножко сбавлю в любом случае вот то что мне хотелось внести корректировки по вашей работе я это сделала те кто будут смотреть это видео это работа с курса преподаватель современной студии живописи там у нас много разных тем в том числе тема масла тема масла а я наверное здесь то убавила когда делал прорисовку билин скорректировала сама она свою ученицу наезжаю ну я вот сейчас его и вернула под правило что еще хочется сделать смотрите у нас есть зоны теневые в том числе вот под бивнями да может сейчас это не так выглядит резко и выразительно как хотелось бы например в масле но в любом случае это уже именно то что я хотела от своих учениц получить у девчонок у всех все получается но здесь вот у меня девушка или поспешила или пока ей очень сложно работать с маслом ну вот как раз именно поэтому я решила сделать вот такой записать разбор так называемый да можно так это назвать то что сейчас происходит да это я как раз делаю для того чтобы у девчонок учениц было понимание как исправлять появилась у меня такая возможность не так давно но так как она теперь имеется я с радостью этим пользуюсь и вам могу это показать все можно кое-где пройтись еще контурным цветом да вот мне хочется добавить черноты люблю выразительность где-то может быть как раз пройтись вдоль бивня где-то мы можем сейчас просто возьму другой немножко цвет и еще подтянить немножко те зоны которые хочется красками бы я в принципе делала то же самое вот сегодня я такую делу перемен ну и буквально еще несколько штрихов я доделала покажу вам просто что было и что стало и в принципе как вы видели корректировка несложное внести корректировки по такой вот видео инструкции конечно гораздо проще нежели просто по устным комментариям ну вот к счастью сейчас такая возможность у нас появилась так что же у нас было да вот мы видим явно завалено было ушко все-таки с бивнями разного размера ну и плюс не было выразительности в целом сейчас она появилась вот вы можете видеть такой у нас получился слоник понятно что мастихийным красками он был бы еще более выразительным но в целом корректировка вот такова